Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи и даракату, с вами им Налик, муджазах по 10 малым каратам Кур'ана, и сегодня мы продолжаем с вами изучать суру Али-Фатиха. Попрошу подписаться, ставить лайки, делиться и писать ваши вопросы и комментарии под уроком. Сегодня мы с вами будем говорить о нескольких важных темах. Во-первых, я хотела вам рассказать о скоростях чтения Кур'ана. Как вы, наверное, заметили, что некоторые чтецы читают Кур'ан более медленно, некоторые более быстро. Важно то, что обычно выделяют три основных скорости Кур'ана. Это или медленная, или средняя, или быстрая. Конечно, это условно. Каждая из этих скоростей, да, они могут быть чуть-чуть быстрее или чуть-чуть медленнее, да, то есть нету прямо строго какого-то точного времени, за которое нужно прочитать, например, одну страницу, да. Кто-то читает это немножко медленнее, кто-то немножко быстрее. Ну, в среднем разбивает вот на три таких основных. Но самое важное, какой бы скоростью вы не читали, с быстрой или медленной, важно соблюдать правила чтения Кур'ана. Конечно, пока мы с вами изучаем только Суру Аль-Фатиха, и, возможно, большинство из вас только ее и знают. Но изучив Суру Аль-Фатиха, ее тоже можно читать или быстро, или медленно. Но важно, чтобы, несмотря на скорость, правила соблюдались, да, то есть чтобы ваша скорость не влияла на правильность чтения. И, конечно, более медленное чтение с размышлением, с пониманием, оно дает вам возможность обдумать каждый аят. Быстрое чтение, помимо того, что вам нужно искусно владеть всеми правилами, иметь уже отработанный речевой аппарат, чтобы вы могли быстро перестраиваться, так и понимать при такой скорости не так легко. Да, то есть и понимать, и размышлять. Поэтому для размышления, конечно, более медленная скорость. И вообще эта тема очень большая. Просто хотела вот некоторые моменты вам здесь указать. Далее я хочу вам сказать о чрезмерности. Уже не один раз и во многих уроках, которые на моем канале, вы слышали такое слово, как чрезмерность. Да, вот эта чрезмерность, или это кальюф в чтении Корана, как и во многих вещах, приводит к неправильному его чтению. То есть вы начинаете чрезмерствовать нажатии в давлении, в силе, в открытии, в зажимах разных, что приводит к тому, что малейшее какое-то движение или давление не там, где нужно, приводит к искаженному звучанию. А чтение Корана в идеале, то есть уже когда вы отработали и сделали все необходимое, оно должно быть легким, свободным, непринужденным. Конечно, на первых этапах, когда вы только-только начинаете, порой нужно эта чрезмерность, для того, чтобы отработать какую-то букву, правильность произношения, для того, чтобы вы можете напрягаться, напрягаться у вас еще не так легко поддается. Но когда вы долго-долго тренируетесь, то эта чрезмерность уходит. То есть должна быть умеренность во всем и стремиться к тому, чтобы эта чрезмерность уходила. И мы перейдем с вами к следующему слову. Это слово Лилляхи. Мы в прошлый раз говорили с вами о Аль-Хамду, да, и брали тему солнечных и лунных букв. А теперь мы продолжаем. И у нас следующее слово со второго аята, это Лилляхи. На самом деле это, хотя мы видим перед собой одно слово, в своей этой форме здесь скрываются вместе два слова. это Ли, да, то есть это плюс Аллах. У нас уже было это в первом аяте, да, когда мы разбирали это слово. Когда они слились, то есть мы увидим то, что вот перед вами. Теперь более подробно. По самому чтению слова Аллах мы говорили с вами ранее, и вы можете вернуться, еще переслушать, если что-то призабыли. Смотрите, у нас идет Харф Ли, да, с Касрой, и затем у нас идет Аллах. Вспоминаем, что слово Аллах, у нас есть здесь маленький скрытый Алиф, да, я вот здесь написала, как бы это писалось, если бы Алиф был не скрытым, маленьким, сверху, а обычным, да, то есть оно бы писалось так. Но мы помним, что в арабском языке, в Коране вот такое написание, да, оно сохранилось до сих пор. То есть у нас есть Алиф, да, мы не говорим Ли-Ля-Ги, а Ли-Ля-Ги, Ли-Ля-Ги. Да, здесь вот это Алиф тоже, по сути, скрыто. Да, для чего это я вам напоминаю, что она здесь тоже будет скрытой, поэтому вам необходимо помнить, помнить, что вот это сочетание в основе это Ли и Ляф-Ги-Ля-Ля-Ля-Аллах. И все то, что у нас говорилось ранее про Ляф-Ги-Ля-Ля-Ля, про то, как мы его читаем, что там есть долг, и сюда тоже это правило, да, то же самое здесь. Но хочу вам напомнить, что слово Аллах в случае начинания с него имеет первую букву Гамзи-Таль-Оссаль, да, она, здесь шрифт обычный, а в Коране у нас есть Гамзи-Таль-Оссаль, сверху такой, как начало от буквы САЛ. В обычном шрифте, ну, вот в этом, здесь оно не показывается. Гамзи-Таль-Оссаль, когда она слитна с другими словами впереди, или читается слитно, да, здесь она прямо слитно слилась и графически, а если она читается слитно, то она не читается, да, то есть если это слово читается, то Гамзи-Таль-Оссаль не произносится, она произносится только в начале, то есть когда мы с нее начинаем. И в Мусафе в основном все правила написаны по принципу соединения, да, что как будто это одно за другим читается вот, ну, без остановки, так сказать. Соответственно, когда Ли, этот харф, который состоит из одной буквы, а все такие буквы, как бы предлоги, состоящие, или какие-то вспомогательные там слова, состоящие из одной буквы, они пишутся как бы вместе со последующим словом. Соединившись Ли, соединившись с Ляфгаль-Джаляля Аллах, да, уже вот этому харфу Гамзи, да, Гамзи-Таль-Оссаль, нету здесь места. То есть она, в принципе, ушла, да, потому что соединившись, как бы, она в любом случае не будет читаться. В этом случае, соединившись с Лям, да, она уходит, и это себе пометьте. Еще важно, что сама, сам харф Лям, он бывает в слове Ляфгаль-Джаляля, бывает как мягким, так и твердым. Да, мы говорим Аллах. То есть здесь я не говорю Аллах, я говорю Аллах. То есть Лям здесь твердое. Но по правилам, если мы начинаем с слова Аллах и Гамзи-Таль-Оссаль будет у нас читаться с Фатхой, то Лям будет твердо читаться. Если перед Ляфгаль-Джаляля приходит какое-то слово с последней буквы, которая произносится, будет, например, Бамма или Фатха, то мы тоже будем читать ее твердо. Но если перед Ляфгаль-Джаляля приходит Касра, то мы будем читать Ляфгаль-Джаляля с Мякеля. Мы говорим Бисмилляхи, мы не говорим Бисмиллахи. Почему? Потому что такое правило, что перед ней Касра пришла. Здесь то же самое, то есть она действует так же. Лям в этом слове будет мягкой, потому что перед ним пришла Касра. То есть, соответственно, Лям из Ляфгаль-Джаляля будет мягкой, как она, в принципе, обычно мягкая. Теперь посмотрим, что же у нас произошло. Или когда мы видим, что Лям присоединилась с Ляфгаль-Джаляля, и Гамзи-Таль-Оссаль, как я вам объяснила, уже не пишется, присоединившись, она должна была уже писаться вот так. Ли, и потом то, что осталось вот здесь, еще одна Лям, Лям и Гэ. То есть вот так. Но здесь что получается в этом сочетании? В скобочках я написала, как оно звучит с Алиф. То есть здесь еще есть, вот это Алиф, которая здесь сверху написана. Потом у нас Лям, которая не читается. Лям, которая не читается. И у нас был вот этот Сукун-невидимка. То есть Ли, Лям без какого-либо знака с Сукуном-невидимкой. И потом Лям удваивается. И потому что у нас, то есть оно бы так выписалось, но так как стало сочетание, уже у нас по сути трех Лям на письме, на трех Лям на письме, а в произношении эта буква в принципе не читается, и тут удвоение есть, то у нас облегчилось это все и осталось только, мы видим, две Лям. То есть вот эта Лям исчезла и осталось только Ли и Лям удвоенное. Поэтому мы видим вот такую форму, чтобы вам было понятно, почему же где здесь у нас остальные буквы. Где остальные буквы? То есть вот это будет читаться Ли-Ля-Ги. Не, например, Ли-Ля-Ги. Многие здесь Алиф не видят и забывают ее произносить. Поэтому очень важно вот это запомнить. Итак, у нас уже со второго аята мы видим Аль-Хам-ду-Ли-Ля-Ги или Аль-Хам-ду-Ли-Ля-Ги. Если остановимся. Не забываем, что у нас там есть скрытый Альф, которого здесь не видно. И это нужно запомнить. Аль-Хам-ду, само слово Хам-д, мы можем, посмотрев в словаре, найти такие переводы. Хвала, прославление, благодарность. Ли-это предлог, который выражает принадлежность, как правило, или отношение к чему-то. Ну и мы выяснили, что Ли-Ля-Ги, вторая часть, это Ля-Вдоль-Джаля-Ля, который с Ли теперь имеет такую форму. Теперь получается у нас вот значение такое этих слов. И мы можем примерно понять, что же это означает. И это слова, которые часто мы произносим с вами. Как дела? Аль-Хам-ду лилля, говорим. То есть Аль-Хам-ду, хвала, да, вся хвала принадлежит Аллаху. Вся хвала принадлежит Аллаху. То есть вы теперь знаете, иншаля, понимаете значение. Если будем говорить о чтении более подробно, то в принципе все то, что мы говорили с вами ранее, о Ля-Вджаля-Ля, в предыдущем уроке Сюда тоже подходит. Единственное, что мы видим здесь ли, которую внимательно произносим правильно, четко, ясно, без склонения, например, к какой-то ли, например, лилаги или еще что-то. Нет, ли, лилаги. Итак, мы с вами закончили урок. Есть практические уроки, которые я выставляю сейчас на сайте. Вы можете их слушать, тренироваться. Они будут, иншаллах, обновляться часто, и вы сможете усовершенствовать свое чтение. Прошу вас подписываться, распространять, ставить свои комментарии, вопросы. Встретимся с вами на следующем уроке, иншаллах. С вами была Умналик. Ассаляму алейкум. Ура-рахматуллахи. Ура-баракяту.